привет ну что пришло время делать маникюр педикюр мне через два дня идти на день рождения и поэтому мне надо хотя бы чтобы мои ногти были ну хоть какие-нибудь симпатичные знаете что хочу сказать здесь с этим маникюром педикюром на самом деле очень очень туго здесь всем этим бизнесом в основном рулят этим вьетнамцы вот делают они конечно мягко говоря хреново то есть там есть ты идешь там на маникюр рассчитываешь на то что тебе там хорошенько все почистят то ни хрена будет они чистить поверхностно быстро все это вместе маникюр с педикюром но без покрытия этим шелаком или гелем с обычным лаком займет это около часа а то и меньше но это очень очень быстро и очень очень некачественно если вы хотите делать качественно но многие по крайней мере девчонки которых я знаю они делают у русских мастеров русские мастера стоит чуток дороже но они делают качественно ну по крайней мере по качественней все делают у наших такая же история с парикмахерскими я потом покажу куда парикмахерскую хожу сейчас при нам уже умоляю чувак но шик такое господи здесь ездят просто отвратительно просто отвратительно никто блин почти что не включает поворотники давай проезжай ползу странно перестраиваются вообще очень стрёмно ездят моих нервов не хватает на ну вот в общем вернемся к теме сейчас вам покажу где делаю маникюр это очень близко к моему дому как бы салон на самом деле не самые дешевые но не знаю может быть не самый дорогой поэтому я езжу сюда я не езжу к русским мастерам то что мне до них ехать минут 40 и мне это неудобно и нафиг надо поэтому я езжу сюда к этим вьетнамцами делаю этих вьетнамцев сейчас посмотрим есть здесь парковка где-нибудь приблизости хренушки ни хрена нету здесь никакой парковки надо сейчас назад сам придется развернуться блин тоже такой салон знаешь находится прямо на федерал хайвей и у него всего лишь для салона там не за два или три парковочных места нашу это за блин а мы сейчас вот здесь поставим машинку чик тут тоже близко по над улицей здесь бесплатная парковка спасибо мужик не пропускает хочу сказать что за рулем в основном тупят мужики я как-то эксперимент с мужем проводила он что типа женщины тупят больше чем мужики нихрена тупят мужики больше из десяти короче говоря затупивших 9 оказалось это мужики и одна женщина ну там бабуля короче лет восемьдесят она бронз там тупила жестко ну чё погнали ходим делать маникюр и педикюру регулярного с регуляр полиш дарья так ну что каким цветом сегодня мы будем красить ногти как вы думаете какой мне цвет выбрать этот или этот этот какой-то более нежный давай на более нежный возьмем я такая нежная что мне вот именно нежный цвет подойдет теперь надо подождать вот здесь на кресле но если вы хотите чего-нибудь выпить например чашечку кофе или стакан воды или баночку кока-колы ну или в конце концов бокал вина без проблем вам это все здесь предложат за бесплатно но не совсем бесплатно это уже все включено в стоимость дополнительно платить не нужно вот милый молодой человек будет сегодня мне делать педикюр и маникюр этот салон называется венецианс нейл спа дизайн его интерьера выполнен венецианском стиле в светло-коричневых тонах салон очень вместительный тут располагается четыре зала для педикюра в каждом из которых по шесть кресел один большой зал для маникюра в котором одновременно могут принять до 40 человек а также массажный кабинет услуги этого салона очень разнообразные тут вы можете получить не только уход за ногтями а также массаж тела уход за кожей лица лечение кне пилинг и даже эпиляцию лично я хочу стать делать только ногти здесь вам предложат три варианта маникюра и педикюра первый это базовый он включает себя стрижку и придание формы ногтям уход за кутикулой полировку массаж лосьоном обслуживание горячим полотенцем и отделку с выбранным вами цветом второе это венецианский к вышеперечисленному добавляется увлажняющая маска для смягчения отшелушивающий скраб на ваш выбор лаванда зеленый чай или мандарин ну и расширенный массаж и 3 3 называется секрет и он же спешил это расширенный базовый маникюр и педикюр с добавлением оживление кутику с помощью минералов и соли мертвого моря очищающая грязевая маска длительный массаж с молоком и медом и масло для тела с витаминами и питательными веществами сегодня для себя выбрала базовый педикюр ну как видите все проходит очень очень быстро он немножко мне постригал поточил ногти на нанес базу быстренько там обработал кутикулы очень быстро в общем не тщательно совсем и поэтому когда я хожу туда делать педикюр я уже перехожу то в принципе готовая заранее дома сама себе там что-то делаю но и иду потому что чисто не откровенно говоря плохо ну вот наносят они лак для ногтей видите какая красота привет надеваю тебе тапочки специальные ну и все ты готов так мы плавно перемещаемся на маникюр я буду сидеть вот здесь не смазала ноготь на ноге пока я тут держу руки мне ремонтирует пальчик я скотала пальчик теперь мне надо его заново накрасить ему положила ногу прямо на ногу и он него делает ну с маникюром та же самая история что и с педикюром опять вам предлагают три варианта базовый венецианский спешл я выбираю базовый честно вот смотрите вот я сейчас он знает что я его снимаю и поэтому он старается мне почистить чуть-чуть лучше чуть-чуть по качественнее чем обычно не это делают хотя все равно по факту получилось фуфло через четыре дня у меня все заново обрастает потому что там толком ничего не дочищена но я все равно туда буду ходить потому что это очень близко к моему дому тот же также тебе сделают массаж все очень очень быстро в общем вся эта процедура с паникюром наверное всего от силы минут 15 проходит и не делав шляпе я всегда крашу ногти самым обычным лаком не гелем и не шелаком да конечно вы можете сказать что шелак и гель держится там две недели три недели куда-то выгоднее но учитывая так как они обрабатывают кутикулы мне не хочется ходить три недели с красивым лаком и с обросшими кутикулами и ждать пока придет следующая процедура или само это все почищать поэтому я выбираю себе обычный лак а еще и в принципе не так часто делаю себе маникюр и крашу ногти на руках я очень часто вожусь с водой много готовлю и поэтому меня что один что второй что третий все через неделю облезут а знаете что еще хочу сказать вам что меня удивило в америке очень много мужчину ходят и делают маникюр и педикюр в россии допустим я такого не встречала а здесь вот пока я сидела делать себе все процедуры наверно человек 5 мужчину пришло делать маникюр и педикюр и так после того как вам уже все сделали все накрасили вам нужно все это дело высушить и вы перемещаетесь плавно вот за такую стойку вот где внизу на включаются такие вентиляторы вы ставите ноги под низ руки кладете вот сюда и ваш лак сушится вы можете пока погрыз конфетки понаслаждаться красивым видом цветов кстати цветы в основном живые вот в основном здесь орхидеи стоят все и практически все эти цветы живые я сначала думал что не искусственные оказалось что нет ну а если вас приспичило то вы можете воспользоваться туалетными комнатами их здесь аж целых две а еще здесь есть просто шикарные рукомойники выполнен также фенецианском стиле посмотрите какие красивые статуи да здесь вы можете взять себе воспользоваться полотенцем махровым видите надпись что за утерянные или поврежденные вещи администрация ответственности не несет так что не забывайте а еще какие-то щетки для чего не понятия не имею ну все я погнала домой мои ногти конечно до конца не просохли потому что там таким слоем было жирным нанесено долго ждать а вот и комната для эпиляции кстати а машина аж вон там вот так вот это сделаешь педикюр и идешь вот так вот этих педикюр ных тапочках ну в общем тапки в руках он несет вот такие ногти я сделала ноги вы мои уже увидели все очень быстро обошлось мне это 50 долларов за процедуры за маникюр за педикюр и 10 долларов я ему 2 чаевых ну так ну что ребята понравилось видео я надеюсь что да подписывайтесь ставьте лайки комментируйте не стесняйтесь рассказывайте сколько стоит маникюр у вас где вы делаете до встречи господи как же неудобно так теперь надо спать с этими ногтями как инвалидка блин а теперь как-то еще пристегнуться надо